Приветствую вас, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, ваш покорный слуга о литературном смысле этого слова, Сережа Владимировна. Начинаем наш коротенький сегодня выпуск. Усаживайтесь поудобнее, наливайте себе в чашечки или в стаканчики, что вам заблагорассудится. Мы будем с вами сегодня говорить о цивилизации. Конечно же, в кавычках. Цивилизация, цивилизованный мир, вот эти все эпитеты, которые сегодня мы слышим отовсюду. И цивилизации, цивилизованный в кавычках мир, который учит нас, как жить, как думать, как говорить, как одеваться и так далее и тому подобное. Сегодня мы обсудим все эти текущие темы. Видите ли, поскольку мы действительно находимся на краю Армагеддона или Апокалипсиса, или каких-то там еще подобных не совсем, возможно, приятных вещей, но которые явно были так или иначе муссируемые или описаны где-то в книгах пророческих в Библии, той же Торе или Коране. Я считаю, что необходимо действительно обсудить все эти темы, и что касается цивилизованного мира и нецивилизованного мира, и что мы подразумеваем, что мы имеем в виду под словом цивилизация вообще и так далее и тому подобное. Ну, в некотором смысле я действительно соглашусь с господином Владимиром Соловьевым, который именно сказал о том, что хватит называть западный мир цивилизованным, потому что цивилизация — это мы. Я с ним действительно здесь соглашусь, в некотором, опять-таки, смысле, потому что все то, что мы сегодня принято называть цивилизацией, цивилизацией как таковой не является. И я объясню вам сейчас почему. Ну, во-первых, действительно, лишь определенные элиты, то есть западного общества, могут называть себя действительно цивилизованными людьми или цивилизацией. Все остальные — это лишь некий придаток, некий придаток, с позволения сказать. И, по сути, все вот эти вещи, которые там, знаете, права человека, все вот это, оно не имеет под собой определенного бэкграунда, базиса, который бы определял вот этот смысл. Ну, например, я всегда считал и считаю, что прежде чем заикаться о правах человека, существо должно действительно, многое прямоходящее, должно действительно пройти какую-то аттестацию, аттестацию на принадлежность к человеческой расе, на принадлежность к человеческому индивидууму в целом, чтобы тебя идентифицировали как человека и дать тебе эти права, действительно, нужно пройти вот эту самую аттестацию. В противном случае это как-то неприемлемо, это как-то вообще выглядит странно якутцы, когда... Вот нас всегда так учили, может, это, конечно, очень слишком старая школа, но нас всегда учили, что прежде чем качать свои права, вот так всегда мне говорила моя бабушка, нужно помнить, исполнять свои обязанности, деточка миленькая. Так вот, деточка миленькая и деточки миленькие, вы слишком много везде и всюду качаете своих прав, но при этом забываете о своих обязанностях. Сегодня вот эта данная ситуация в мире и со мной в частности говорит, показывает о том, что вот женщины заявили свои права, женщины всегда права, для женщины есть свободный адвокат, всегда найдется, я имею в виду, бесплатный, да, и так далее, подобное. Все кричат, трубят о насилии мужчин над женщинами, но никто сегодня не заикается о насилии женщин над мужчинами. Кто сказал вам, что такого не происходит? Кто сказал вам, что таких провокаций, да повсюду, повсюду, только плюнь, и ты попадешь, потому что вот эти западные, особенно самки с натертыми клиторами и с западной ментальностью, живущие даже в той же самой России, просто, как бы сказать, доминируют просто над обычными там мужичками. Я прекрасно знаю всю эту ситуацию, потому что я достаточно долгое время прожил в России, в Питере в частности, я видел, как это все происходит. То есть все эти пузатые менты, гаишники, гбддшники, которые стоят на дороге, они на самом деле подкаблучники, они на самом деле выполняют задания своей мадам, своей хозяйке. Так, что ты ничего не принес сегодня? Ты что, дурак вообще? Ты что, блин, там куча лохов ездит? Ты что, не надоел сегодня? То есть вот этот матриархат, вот такой узурпированный и де-факто легальный или нелегальный, но который имеет место в российской действительности, он в принципе распространился по всему миру и с единственной разницей, то, что на Западе этот матриархат, он принял вот все вот эти рамки, все вот эти самые запредельные, скажем так, формы, гипертрофированные формы. И опять же таки, если мы окунемся в религию, которая является основополагающим вот того содержания и той формы, которую мы видим как в законодательстве, как на законодательном уровне, так и вообще в быту среди простых смертных людей, это может как ничто другое, как лакмусовая бумажка, сказать, показать именно религия, или какие-то религиозные формы верования, учения, которые присущи, которые доминируют в том или ином обществе. Посмотрите, да, то есть скрытый матриархат, он, естественно, содержится в культуре, в христианской культуре в основном, как в принципе западной, так и в восточной церкви, то есть как в ортодоксальной, то есть православной религии, так и в католической. Почему? Мы видим культ поклонения Деве Марии, да? Я в принципе ничего против не имею. Вам нравится поклоняться кому хотите, делайте то, что вам нравится, но не навязывайте никому другому это делать. Но, кстати, просто замечу ради, так, коль уж начал эту тему, что нигде в Библии не сказано ни о том, что нужно поклоняться нигде матери Иисуса Иешуа, да, Бен Давида, никто, ведь убит Иисуса Христа, никто не говорит нигде, не сказал, что нужно праздновать там все вот эти праздники, там покрова Богородицы, там успение Пресвятой Богородицы. Это вообще откуда? Откуда вы взяли это все? Вот откуда вы взяли? У меня это странно всегда было и остается. Никто нигде не написал, что нужно вот там до яблочка, вернее до Спаса яблочки нельзя есть. Ну или что-нибудь вот в этом духе, вот эти все штучки, которые очень живы еще там, да, в деревнях, в селах. И все вот эти фабулы, которые передаются, вот эти истории непонятные из уст в уста и прописочивают людям мозги, и детям мозги, да, прописочивают, вот ай-яй-яй, вот сейчас тебя там бозенька накажет, нельзя вот это делать. Ай-яй-яй, вот это сейчас, вот это. И это, в принципе, кстати, исподвигло меня в подростковом возрасте начать читать Библию, потому что я устал это слушать просто, ну вот физически, я просто устал это слушать от бабушки, от каких-то других бабушек, там каких-то тетушек каких-то, которые постоянно лучше как бы знают, учат тебя, как правильно вести себя в обществе, как правильно нужно там креститься, как правильно молиться, но по сути люди не понимают даже вот, что они делают, их действия, да, даже вот в принципе начальная молитва, да, «Отче наш, Жи Си на небеси, Сущий на небесах, да, досветится имя твое». Опять-таки, вот какое имя, там имя не названо, да, то есть актуальные темы. Я, понимаете, я не хочу богохольствовать, я верующий человек, я верю действительно в Всевышнего, в Бога, да, но у меня вопрос, какого Бога верите вы? Какое ему имя? Можете назвать? Вот, и так далее, и тому подобное. То есть вопросов масса, да, если мы берем там вот эту иконографию, там и иконопись, там в той же Троице, куда патриарх Кирилл почему-то влепил себя еще, да, ну, как четвертый персонаж Троица, то есть там тоже есть масса вопросов. Если это Отец, Сын и Дух Святой, да, официально, то где вот на Рублевской Троице иконе вообще? На самом деле ее иконой это назвать нельзя, потому что икона, как правило, безымянна, да, то есть это, скорее всего, живопись все-таки, да, все-таки это имеет отношение больше к искусству, нежели к религии. То есть вот эти образы ангелов, которые там прорисованы, имеются в виду, что именно по тексту там больше показано, что это ангелы, да, вот, и потом там ангелы, те два посетили Содом и Гаморру, вот, и уничтожили ее, собственно говоря, один, то есть, опять-таки, не втроем, а вдвоем пошли в Содом и Гаморру. То есть это очень действительно знаковая вещь и знаковое вообще событие сегодня происходит, и именно поэтому я хотел вот с вами сегодня обговорить, проговорить эти вещи, обсудить, и что вы думаете по этому поводу. Напишите обязательно в комментарии, поставьте лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Видео без монтажа сейчас выходит, потому что у меня вообще нет времени монтировать, поэтому я вот делаю прямо вот так спич на камеру. И вы сами просто подумайте о том, вот чему вы поклоняетесь, что вы празднуете, какие праздники, да. В Библии нигде не написано, какого числа родился Иисус. Вот, как вы не ищите, как вы не хотите себе это представить, вы не найдете там ни одной даты, вот, конкретной даты, когда родился Иисус. Откуда эту дату взяли? Я знаю, откуда эту дату взяли, но подумайте сами, вот просто задание на дом, да, с какого потолка, допустим, католики взяли 27-го, верните, 25-го декабря, да, и празднуют ее в течение, там, уже нескольких тысячелетий, а православные празднуют 7-го ноября. Я не нашел, и никто не может найти даты, когда точно родился Иисус, Иешуа, да. То есть, это одно. То есть, вопросов, на самом деле, там масса. И второе, то, что, к сожалению, сегодня вот борьба, вот эта война, да, которая началась, это как раз об этом. Это как раз об этом, о том, что, вот понимаете, кто-то привык вот так понимать и, там, не знаю, жить в таком-то ритме, такой-то быт, который определяется религиозными смыслами, который определяется религиозным укладом, потому что Ближний Восток, это 100% религиозное мышление, религиозная ментальность, религиозная культура. Полностью, все на 100% пропитано тем, что написано в религиозных книгах, в религиозных текстах. И непонимание между двумя народами аврамической традиции, и которые, в принципе, считают себя потомками Авраама, как раз заключается в том, что кто-то чего-то неправильно понял, кто-то что-то интерпретировал по-своему, кто-то спустя тысячелетия что-то там перекрутил, или в результате недопонимания терминов, недопонимания названий каких-то вещей, положений и так далее, и тому подобное, не дает людям жить в мире. Все, в принципе, замешано только лишь на этом, все только лишь замешано на религии и на вере в Бога, который и есть любовь, и который, естественно, любит вас, но почему-то он заставляет вас убивать ради своего же имени. Вот как-то это странно, да? Вот в принципе, но с другой стороны, вы скажете эту фразу мне, что Бог поругаем не бывает, что человек посеет, тот то и пожнет. Хорошо, я согласен с этим, но почему же тогда вот эти люди, которые глубоко верующие, они не могут найти, которые считают, что они глубоко верующие, оговоримся так, они не могут найти между собой вот этот самый общий язык. Почему они не могут поделить, ну, я знаю, что вы скажете, опять-таки, да, там на Храмовой горе стоит мечеть Алиакса, и поэтому евреи не могут жить спокойно, мусульмане не могут жить спокойно, евреи ждут пришествия, значит, Машиаха, и покуда там мечеть Алиакса, они не могут построить третий храм, а если выстроить, построить третий храм, значит, придет Машиах, то есть Мессия. То есть, и вот такая вот, значит, получается путаница, и такая вот неразбериха. То есть, я объясняю тем, кто этого вдруг не знал, вот этой истории. То есть, да, по легенде, согласно верованиям иудеев, Машиах, то есть Мессия, придет тогда, когда будет построен третий храм. И в мусульмане, но есть такое мнение, что на самом деле придет не Машиах, а придет Искуситель, да, то есть, дьявол, сатана. И вот здесь вот этот баланс, игра вот этих всех политических сил сейчас, военных сил, людей оболваненных и тупых, глупых, которые, в общем-то, не знают точно, доподлинно, во что верить, в кого верить, кто прав, кто виноват, да, потому что есть очень масса вопросов там и по тому же Ноеву Ковчегу, мы еще будем об этом тоже говорить в следующих видео, разбирать будем эту тему, так что не забудьте подписаться, друзья мои, и если вам интересны эти темы, то мы будем рады, я буду лично рад видеть вас на своем канале. У кого есть какие-то вообще соображения по этому поводу, пишите, делитесь, пожалуйста, я буду с удовольствием, с интересом читать. Но сейчас я хочу договорить, то есть выразить свою точку зрения, выразить свою позицию, что, в принципе, да, действительно, мы сейчас, наверное, с вами живем в последние времена, то есть я не хочу такую вот нагнетать какие-то краски, сгущать краски и все такое прочее, но это видно, что действительно наш мир трещит по швам. То есть сначала этот ковид, да, разразился, потом война в Украине между, опять-таки, братскими народами, как вы там говорили, но тем не менее Украина и Россия очень близкие культуры, близкие нации, да, вот. Потом еще не закончилась война в Украине, вот началась, опять-таки, проблема на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Это опять-таки, видите, свидетельствует еще о том, кто, допустим, читал какие-то пророческие, допустим, книги, да, из Библии, там, да, или пророка царя Давида, или Езекииль, должны понимать, должны понимать то, что, или там, откровение Иоанна Богослова, вы должны понимать, что речь действительно идет о очень реальных близких событиях, которые вот должны скоро-скоро вот произойти. То есть вот-вот начнется действительно серьезная полномасштабная война на Ближнем Востоке в Израиле, да, и когда мусульманский мир объединится против Израиля, то есть я вам вкратце говорю, что говорит об этом Библии. Израиль как бы не сможет устоять, но придет третья сила, придет Мессия, который с неба, который, в общем-то, разрулен, грубо говоря, ситуацию, и потом начнется вот судный день, да, где праведники станут по правую сторону и грешники по левую, то есть все, кто творил злые дела, уйдут, грубо говоря, пойдут в гиену, угленную в ад, то есть будут наказаны, да, и те, кто творил добро и пытался сделать массу полезного, тот пойдет, значит, в рай получать удовольствие и наслаждение жизнью. Вот, и таким образом мы видим, что речь идет действительно о контакте с другой цивилизацией, с внеземной цивилизацией, с создателем этого мира, с создателями этого мира, да, с инженерами, как угодно можно называть, с теми, кто действительно этот мир создал, и я хочу действительно абстрагироваться от той религиозной кальки, религиозной подоплеки, а просто оцените, поймите, это совершенно на другом уровне, то, что все эти, допустим, контакты с внеземными, с внешними цивилизациями, с так называемыми НЛО, с вот этими там наскальными всякими живописями, живись там или в пустыне Наска, там и так далее и тому подобное, все египетские какие-то странные странности и прочие-прочие странности, они и все те артефакты, которые официальная наука сегодня отвергает, те артефакты, которые сегодня официальная наука не хочет опубликовать, дать ход и как-то объяснить, даже хотя бы попытаться, вот, все эти артефакты, свидетельства, станут действительно явью и четко расставятся точки над ЙО, над Ю, над И, над И, кратко и как хотите. Вот, это вот мой основной месседж и тезис, который я пытаюсь вам все это время донести и объяснить. Поймите, что в той вселенной бесконечной, в которой мы живем, если она, конечно, является не голограммой, а реальной вселенной, да, с теми, опять-таки, научными объяснениями, которые дает нам НАСА, или которые дает нам Роскосмос, или там, не знаю кто, понять то, что там, в этом бескрайнем космосе, никого больше, кроме нас, нет, это ли не вообще поразительная, изумительная глупость? И насколько нужно быть самоуверенным, чтобы верить в этот бред, в коммунистический бред, который отвергает идею Творца, который отвергает идею Создателей, и который просто говорит тебе, да, ничего не верь, ни во что не верь, там, после смерти ничего нет, Юрий Гагарин летал в космос, это все доказал, и там, большевики, и Ленин, и все, и так далее, и все эти ребята трудились именно тем, чтобы ты не был одурманен вот этим религиозным опиумом, не верил там попам, и все такое прочее. Да, я согласен, что попам верить не нужно, но тем не менее, потому что они дискредитировали себя, и в принципе, это опять-таки описано в апокалипсисе, там, да, в книге Откровения, о том, что церковь дискредитирует себя, ну, грубо говоря, конец наступит времени церкви, и наступит период царства, когда не нужно будет кого-то получать, когда не нужны будут вот эти там попы, когда не нужна будет вот эта вся иерархия, и вся эта муть, вот, когда каждый будет просто напрямую контактировать с разумом, да, который там, всевышним, вселенским разумом, то есть там можно назвать Богом, как угодно, да, и получать необходимую информацию, и энергию, и там, не знаю, пищу, там, все что угодно, да, то есть, ну, это можно сравнить с тем, как действительно вот у тебя есть компьютер, и есть твой компьютер подключен к интернету, к общему серверу, там, да, к базе данных, к гуглу, там, да, например, ты можешь гуглить и получать информацию, да, спокойно, не выходя там в библиотеку, например, тоже, да, в какой-то, вот, или там, не знаю, то есть тебе нужна какая-то информация, ты быстренько вбил, загуглил, там, что-то тебе выпало, это, конечно, сегодня то, что у нас, вот, мы имеем интернет, представьте, что это не совершенная, не самая последняя, да, вот, модель, но, но, в принципе, это тоже информация, тоже энергия, тоже электричество, да, то есть у тебя работает компьютер, у тебя работает, там, я не знаю, тот же, не знаю, там, какой-то провайдер, там, где поставил роутер, там, да, у тебя, но, все начиналось с того, что нужно было изобрести это электричество, теперь нужно его вырабатывать, то есть энергию, чтобы работали вот все эти девайсы, и работал, там, и работал, ну, как бы, главный сервер, где-то там, да, в Америке, или где-то там еще, который бы предоставлял тебе эти услуги информационные, ну, то есть, представьте, что вот мы сейчас находимся, это, ну, допустим, там, какой-то, вот, второй десяток лет пошел, да, или третий десяток, там, где-то 20 назад, никто толком еще, вот, не мог себе представить, что какая жизнь будет сейчас, что все будет зависеть так вот от компьютера, я напрямую, допустим, смогу с вами сейчас общаться, может быть, с тысячной, или может быть, даже миллионной аудитории, смотря, сколько там у вас подписчиков, всего такого, но, тем не менее, да, вот, можете представить, что еще будет в самом ближайшем будущем, получится, там, через, там, 20, 15, там, не знаю, 30 лет, там, да, или 100 лет, что будет, то есть, либо цивилизация,